всем привет всем привет привет я к вам просто поболтать мы сходили с дочкой на фотосессию я решила нашу такая красота будет пропадать сто раз в год на к вернее раз в год накрасишься на душ надо уж хоть в эфир выйти что ли отработать макияж спасибо я даже не знаю как мне удобнее то сесть сегодня без темы да сегодня я просто решила показать как 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 я выгляжу когда накрашена чтобы люди не говорили что я уж совсем шарахаюсь до от макияжа не совсем иногда бывает грешу если есть какие-нибудь идеи или темы предлагайте поболтаем сегодня на любую тему с вами целый час можем пообсуждать все что вашей душе угодно спасибо сегодня снимали с дочкой и я поняла что у меня будет ноль красивых фотографий у ребенка будет 150 красивых фотографий поэтому я не фанат сниматься с евой про полуровиктин рассказать честно как-то я ее пока не особо поняла там если честно кислоты то вообще кот наплакал ну просто там реально очень маленькое содержание липосалициловая она как бы вроде как работает да святых чебурашки слушайте надо запомнить я запишу про святых чебурашек мне нравится что-то вот такое вот вот и в общем про ампулу да и как-то я не знаю ей сколько раз масло я не могу понять что она делает она адски густая то есть надо прямо с этой пипеточкой короче знаете прям но ну прямо издрачнулся да чтобы ее оттуда достать то есть там надо тут как-то вот но это очень тяжело короче оттуда ее достать это как густая гелевая при этом она не липкая что хорошо но я не понимаю что она делает ну то есть как-то ну пока что я не поняла три раза пробовала три раза не поняла цветы чебурашки так вот очень часто меня спрашивают про бренд атоме и про бренд всем каждый раз забывает ботаника по моему что ли я честно про них даже не слышала ну как бы я слышала вот теперь от вас но я я не знаю что они делают я не знаю какая у них ну там фишка особенности так далее поэтому ничего не могу сказать ничего не пробовала кстати сейчас смотрю на макияж и я понимаю что камера так сглаживает все вот в этот ну как вот макияж да потому что так вот к зеркалу подойти там просто ебушки воробушки там на самом деле все вот это так плотно это так при учете что мне делают всегда по минимуму игру вот это мне надо масса вот это тоже не надо масса вот это вот совсем чуть-чуть пожалуйста не намажьте все равно получается такой знаете прям пирожок от которого но я обычно прибегаю домой и сразу умываюсь то есть я прям сегодня решила знаете так продлить кайфануть но обычно я прям прибегаю и сразу умываюсь потому что мне дышать тяжело вот с этим макияжем честно я не писаю как люди вот так вот это конечно красиво я не спорю но зато знаете когда ты красишься каждый день мне кажется никто не замечает твоей красоты да когда ты накрасился раз полгода или раз в год все сразу заметили пробовали ли вы санскрин от юрикал который про баланс стоне нет он тонирующий поэтому я для себя его не рассматриваю потому что на мою кожу тонирующий не неудачно заходит спасибо я просто накрасилась вот хорошо выгляжу бренд бат а батонити 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 от манью я знаю что у манью есть чадан а вот насчет батонити не знаю ой спасибо какую бы пенку для себя выбрали буэна или рил берер ну смотрите они прям очень разные они прям совсем разные то есть буэна это такой гель пахнет розой очень мало пенится рил берер это прям пенка пенка ну то есть такая классная хорошая пенка тут зависит от того какая текстура вам больше нравится такую и нужно выбирать мне нравился буэна на утро а вот рил берер я обычно использую вечером мне там даже кстати о форме прилетали вопросы так что сейчас как он по выбираю на который можно так порассуждать ну вот например да может гидрофильное масло оказаться жестким для ежедневного применения стало сушить щеки если вам стало сушить щеки это значит что не масло жесткое масло жесткое мягкое это как-то вот но я ну к пенке я еще могу применить к маслу как-то это очень слабо применяется возможно просто если вы до этого никогда не пользовались маслом может быть это не тот вариант да или какие-то другие причины может быть что-то окружающее нужно смотреть ну как бы уход целиком да потому что ну может вы долго трете может ну ну то есть тут много вариантов но конечно же сушить ничего нигде не должно то есть как бы если что-то у вас где-то сохнет тут нужно разбираться ну так во всем потому что иногда мне пишут ну от короче используя средства средства говно вот все плохо или вот сегодня был случай про сальные нити в общем нет нет все я устал я сегодня не готова больше вести совместной деятельности про сальные нити да что ну вот вроде у меня есть и ретинол и у меня есть и кислоты в уходе и вот все равно у меня вот сало торчит ты начинаешь разбирать а по факту увлажнения нет практически ощущение вообще как бы очень слабенькая и если у вас не налажено очищение если у вас не налажен качественное увлажнение то можно использовать ретинол можно использовать кислоты и при этом иметь воспаление и забитые поры да то есть в первую очередь стоит наладить очищение а уже потом как бы все остальное знаете возможно сыворотка симпли с айхерп с ретинолом что-то я не припомню такого но может есть санскрин от блайт приехал нет вы что до меня все доезжают господи на оленях 3 недели 4 недели ну обычно 4 недели что почта и что бог сбери 3-4 недели какой у меня любимый продукт от стратия тут кто вот вы знаете у меня есть три любимых витамин c миндалька и жидкое золото вот все три люблю одинаково то есть я не могу сказать что какой-то из них прям ну прям вот как-то выделялся если в уходе не ациномит кислоты ретинол но но жирница очень сильная не подходит средство на уход выстрел максимально хорошо вот смотрите не ациномит кислоты ретинол это как бы не описание ухода может у вас реально один не ациномит кислоты ретинол но говеное очищение и не все жирнится ну и нужно понимать да что например если у вас сева профицитная кожа то сделать ее просто глухоматого и тоже не получится равно севом будет выделяться но только он не будет с вас течь а будет как бы ну блеск то есть всегда нужно смотреть все в в комплексе как вы относитесь к массажу стоп и ладони верите ли вы что есть точки которые связаны с конкретными органами слышите я как-то не вдавалась никогда но у нас педиатр с рождения когда мы там кашляли или еще что то я втирала массив ну как это называется я под вечер туплю стопу и я проходила каждый пальчик я не знаю помогать не помогает но просто мне было морально легче когда ты болеешь тебе как бы по барабану там ноги руки как бы ты так спокойно это переживаешь когда у тебя болеет ребенок ты готов ему и пальцы и и коленки и все что угодно массировать лишь бы ему стало легче гель для умывания отдать бы лучше на вечер или утром можно и утром и вечером как хотите я сегодня оказалась злобной мамаши просто так устала на фотосессии что сегодня эфир без евы к сожалению или к счастью как вы относитесь к пагучиол вместо ретинола на лето я никогда не приравниваю бакучиол а и вот этот вот голубой ретинол там зеленый красный оранжевый к речиноидам скажем так имеет наствыть можно спокойно использовать летом этот бакучиол я не ставлю их в один ряд вместе с ретиноидами но использовать можно полгода обсыпала прыщами мне это не свойственно сменила весь уход в итоге оказалась виновник пилинг миндальной страте может быть виной то что он как-то забился и я залезла пальцем внутрь и занесла да да вряд ли что вы там куда-то что-то занесли все равно как то можно было залезть пальцем если он там же вакуумная помпа по моему но в любом случае даже если вы туда залезли пальцем там все равно есть достаточное количество консервантов чтобы пережить ваш палец да и не дать новый организм внутри баночки обычно но может быть вам просто не подходил продукт потому что у меня была такая реакция на миндальную кислоту от вич тренд сколько бы я не мазала меня каждый раз обсыпала вот я приводила кожу в порядок я уже все думаю ну вот все с чистого листа давай попробуем еще раз в другой день цикла я не знаю другой день луны все равно у меня обспала каждый раз поэтому просто возможно вам не подходил данный конкретный продукт какой у вас макияж сегодня а я не знаю какой мне макияж сегодня мне его делает я хожу к одной и ту же девушки мы с ней как-то проводили совместно прямой эфир и я просто прихожу она мне спрашивает ты чего хочешь посветлее или поярче она уже точно знаю как бы что мне надо я просто говорю мне надо либо поярче и либо посветлее вот сегодня меня посветлее чем обычно Ну, вот так вот называется мой макияж посветлее. Гидрофильное масло каждый день умываться. Каждый день вечером умываться. Цвет. Цвет чего? Ну, вообще, да, у меня цвет всего сегодня. Супер, я согласна. А еще я попробовала новую оттеночную маску, потому что до этого я, я же говорила, да, что я купила 100-500 масок, и одна мне прям очень безумно понравилась. У нее такой состав классный, она стоила там 2 косаря. Думаю, блин, сейчас какая-то ма... И причем я решила это сделать в 30-летие. Ну, я же умею, да, Новый год я встречаюсь с красным лицом от Bimetic. Думаю, на 30 лет как бы, ну, масочку достану за 2 косаря, сейчас намажу такая. Намазала, все очень круто. Прядки вот эти вот обесцвеченные были такие красивого красноватого оттенка. Но мои волосы на макушке он покрасил в желтоватый такой отлив. И я пыталась его смыть 10 раз подряд, ничего не помогало. И, в общем, я уже такая думала, ну, какая хорошая маска. Какая хорошая маска. Мне говорили, что ни одна оттеночная маска не покрасит мои волосы. Кто-то мне явно звезданул по этому поводу. В общем, маска, конечно же, у меня там осталось еще 2 трети. Она благополучно лежит. Я никогда больше ей мазаться не буду. Я не знаю, куда я ее дену, я ей мазаться точно не буду. Я как-то так смирилась с тем фактом, что, ну, там, знаете, такой был неоновый отлив. На самом деле, на солнце это было такое прям неон-неон. Но как-то это не моя тема, конечно. Я психанула. Купила, как это называлось? Сейчас я вам скажу, как это называлось. Это назывался темный... нет, теплый брюнет. В общем, я сделала 2 раза теплого брюнета, и он сделал мне тот цвет, который я хотела. Да, то есть он даже слегка и по моим прошелся, но прям очень слегка, и сделал мне теплого брюнета, которого я хотела, по крайней мере. Ну вот. И желтый убрал. Аллилуйя. В общем, мне девчонки, когда поздравляют, мне скажут, что я вступила вот в эту эпоху экспериментов с волосами. То есть не жилось мне спокойно в 30, решила покраситься. Очищение мягкой пенкой от COSRX Low Peach. Гидрофильное масло еще вечером. Крем 23. Искала, когда нужно. Напишите мне, пожалуйста, лучше в директ, потому что я тяжело воспринимаю, когда начало там, конец тут. Просто пришлите мне с фотографиями весь свой уход и опишите свою кожу. Так будет намного проще, так будет намного быстрее. И мы сегодня с вами, ну, как бы, может, сегодня, может, завтра это все обсудим. Лухари. Лухари, лухари, да, согласна. Импю? Импю. Что такое я импю? А, какой красивый. Нет, ну, я согласна, очень красивый. Мне тоже нравится. Спасибо, Наджиос. Сегодня последний день акции. Две прессованные сыворотки за 38 долларов. То есть, 2700 схватила с Ямсом. Ямс? Согласен. Я согласен. Ямс прекрасен. Я бы схватила еще, но у меня пока столько всяких кремов. Я думаю, что тоже обязательно его еще как-нибудь схвачу. Если выбрать, какую пенку выберете, Дермалоджика или Сиюскин, Клинап, что из последних у вас? Ну, наверное, Дермалоджику. Мне понравилось. Наконец-то нашлась моя посылка. Я заказывала недавно. Ну, как, недавно, 10 дней назад. И у меня обычно за 10 дней она уже, как бы, проходила таможню, уже, как бы, ехала ко мне. То есть, сейчас iHerb приходит очень быстро. А тут у меня просто 10 дней нет информации о заказе. Причем там была сыворотка, которую я там как-то отрыла на этом iHerb. Просто я там рыла, 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 рыла. Все, что мне нужно было с салициловой кислотой. И она там нашлась такая неприглядная. Я ее заказала вместе с гидрофильным маслом в Дермалоджике. И самое опитное, что я ее безумно жду. И 10 дней не следа просто. Непонятно, куда она делась. И сегодня мне пришло оповещение, что она пришла таможню. Аллилуйя. А два дня в дороге, в машине, повылазили прыщи. Просто постоянно такое. Да. У меня, я в прошлую поездку в Крым на машине не пережила, к сожалению. Ну, в смысле, что у меня все было очень печально потом с лицом. Как вы относитесь к аппарату ультразвукового пилинга Reclare? Слушайте, я даже не знаю о нем. Я поняла, что я как-то в последнее время, видимо, отстала от каких-то трендов. Я ни брендов не узнаю, ни каких-то технологий не знаю, не слышала. Не слышала. Вот вопрос тоже интересный. Много, кстати, раз на него отвечала. Ну, давайте я его увековечу в этом эфире и залью на YouTube. Расскажу еще раз, да, про... Для многих это какая-то болезненная тема. Я не знаю, я никогда не скрываю, что когда мне что-то приходит на обзор, да, то есть, ну, как бы, если я пишу пост, то всегда, если это был обзорный продукт, то там всегда будет хэштег рекламы, да, то есть, как бы, это не проблема. Я считаю, что, ну, в принципе, купить все, заполучить все, это абсолютно нереально. Поверьте мне, первый год я покупала все сама, и, ну, как бы, можно было, я не знаю, машину купить или почку там кому-нибудь оплатить, ну, то есть, как бы, это слишком затратный момент. И когда мне предлагают, я, конечно, всегда с удовольствием соглашаюсь, потому что, ну, и вам это интересно, и мне это интересно, то, как бы, почему бы и нет. Если мне пишут бренд, ну, то есть, сам бренд, в Корее такое очень часто бывает, что у каждого бренда есть свой инстаграм, и они, как бы, очень охотно и с удовольствием, ну, по крайней мере, до коронавируса, да, до всей этой пандемии, они очень, так, дружелюбные в этом плане, они всегда, как бы, предлагают тебе, ну, наверное, 90% они никаких требований тебе не выдвигают, да, там, из разряда, там, не знаю, банка к лицу прижата и так далее, то есть, они просто тебе отправляют на обзор, им интересно, чтобы просто помелькало это все в сторис, да, то есть, вспомните, это, мне кажется, было вот, ну, год-полтора назад, когда вот эти массовые рассылки, их можно было отследить, да, то есть, ну, разово появлялось у всех, то есть, как бы, я, в принципе, не противник этого, почему нет, потому что, если это говно, оно так же быстро и уходило, как приходило, а если это что-то хорошее, да, как, например, логом, я помню, что логом мне прислали просто огроменную посылку, там было все, что у них было тогда на тот момент в ассортименте, и я безумно им благодарна, потому что, реально, ну, марка крутая, и она осталась, и она полюбилась многим, да, и, ну, имеет место быть, некоторые прописывали условия, например, там, через две недели тестирования вы должны написать пост, я им писала, что через две недели это нереально, и, к сожалению, тогда мы не будем сотрудничать, они, как бы, всегда шли на уступки такие серии, окей, как поймете, так напишите, да, то есть, ну, не проблема. С магазинами чуть сложнее, кто-то выдвигает какие-то требования, если это какой-то, знаете, представитель бренда, то есть, что это было у меня, по-моему, с блайдом, я отказалась, тогда предлагали маску, еще что-то, и главное было, что ты должна вот с банка рядом с твоим лицом, я поняла, что я и банка, и в блог, это вообще не гармонтинчно, то есть, ну, я не, я один раз снялась с баночкой, это было вообще очень давно, это был бренд Аюник, и мне просто понравилась фотография, которая действительно получилась, я ее с удовольствием выложила, но я поняла, что это не мой опыт, мне некомфортно, то есть, я никогда не буду вот это вот с банкой, с пипеткой, улыбаться, то есть, это прям вообще не моя тема, и либо я просто я, либо банка просто банка, иногда бывает, что мы не сходимся, потому что мне присылают там, что вы должны написать то-то, то-то, да, там, что вот так, вот так, вот так, вот так, я говорю, нет, мы либо, как бы, я либо пишу я, либо мы никак не пишем, потому что, ну, некоторые магазины мне писали, что напишите, я доверяю в выборе косметики только Светлане, я говорю, как вы себе это представляете, да, у меня блог 2,5 года, я всем что-то рассказываю, потом такая, знаете, я выбираю косметику только благодаря Светлане, я говорю, ну, мне кажется, это будет очень-очень нелогично, да, и негармонично, и никому это вообще не зайдет, да, поэтому обычно, если магазин хочет сотрудничать, я говорю, окей, я выбираю там 2-3 средства, отмечаю вас, если будет пост, я вас тоже отмечу, если у вас есть какие-то крутые акции, я про вас расскажу, но все, что касается поста, все, что касается информации, все, что касается выбора продуктов, это все остается за мной, да, поэтому деньгами я никогда не беру, конечно, предлагают иногда, что давайте мы вам заплатим, а потом когда-нибудь пришлем товарик, говорю, ну, нет, так не работает, как бы, ну, с деньгами проблем нет, поэтому, то есть, я всегда сотрудничаю на условиях бартера, мне кажется, это очень честно, потому что я расскажу про магазин, но если мне продукт не понравился, я оставляю за собой право написать, что продукт мне не понравился, если продукт, ну, ни рыба, ни мясо, я не хочу писать о нем пост, я не буду писать о нем пост, потому что, ну, это ни мне не надо, ни магазину не надо, поэтому, если людей-то все устраивает, то мы обычно находим общий язык, если не устраивает, то мы обычно, ну, как бы, и заканчиваем на этой теме. Быстро расходимся. Я не стесняюсь и никогда не стеснялась и не чуралась того, что, да, мне что-то присылают на обзор, и это абсолютно нормально, потому что у меня в блоге платной рекламы нет, да, то есть я не беру ни за какие услуги деньги, очень часто, практически каждый день, да, стучатся какие-то блоги, даже те, с кем мы плотно общаемся, да, я отвечаю, что у меня нет платной рекламы, я если вот хочу искренне кого-то посоветовать, да, мы можем с кем-то сделать взаимный пиар, но только с тем, с человеком, на которого я действительно подписана и о котором я искренне могу что-то рассказать, не так, что, да, ну, как бы, видишь первый раз человека, и ты, как бы, ничего не можешь о нем, ты не можешь, грубо говоря, отвечать за его, там, блог, да, потому что ты его не читаешь, ты его не знаешь, может, там какую-нибудь хинею несут, и там только визуально все красиво, поэтому я считаю, что если вам что-то присылают, то это прекрасно, и, в принципе, большинство подписчиков нужно дать должное, абсолютно адекватные люди и абсолютно адекватно воспринимают, что то, что пришло на обзор, это не означает, что отзыв проплачен, это просто предоставление продуктов взамен на упоминание в блоге, мне кажется, что это, как бы, очень честно и очень нормально в современном мире. Я, кстати, вот по поводу всяких ультразвуковых щеток, аппаратов, как-то вот все, что вот это вот домашнее, я считаю, что это просто все, на самом деле, очень игрушечная игрушка. Обычно крем для глаз именно от морщин с пептидами. Можно ли постоянно всю жизнь использовать такой, если нет, то чередовать с просто увлажняющим. Ну, смотрите, пептиды пептидам рознь, и вот в посте про уход за зоной вокруг глаз я об этом написала, да, что если у нас, например, те же самые там матриксил, то, пожалуйста, используйте, нету никаких проблем, да. Если это пептиды миорелаксанты, то, конечно, лучше это все делать в курсе. Много рекламы идет, как узнаете, расскажите, пожалуйста, какой рекламы. Хотела узнать, а в 19 можно ли использовать патчи с пептидами Мидипил? Ну, можно, хуже вы себе не сделаете, просто вы можете не увидеть никакого эффекта, кроме, ну, там, снятия отечности. Гидрофильное масло Хеймишса Хёрп. Если мы говорим про их очищающий бальзам, ну, он неплохой, но иногда может давать неприятную какую-то реакцию в виде воспаления, не всем заходит. Гидрофильное масло Ароматика. Я пробовала, это вот как раз-таки тот случай, когда мне прислали его на обзор, и, ну, я даже не готова была написать в нем пост, потому что, ну, просто это не мой продукт. Хейтить его просто из-за того, что он не зашел именно мне, потому что я не люблю плотные масла. Я решила, что будет нелогично описать, что оно хорошее, тоже будет нелогично, да. То есть оно больше подходит тем, у кого кожа склонна к сухости, тем, кто любит такие густые, тягучие масла, да. По факту само масло прекрасное, как и тот же самый Аюник, тот же самый Иссентри, да. Просто мне не зашел запах, и все, да. А так масло прекрасный, и состав, и работает тоже прекрасно, поэтому... Зачем банками закрывать вас? Я тоже не знаю, мне кажется, это так уже устарело, когда вот это вот, знаете, я и банка. Ну, окей, ты и банк, а дальше-то что? Ну, как бы, ну, не знаю. Или вот недавно тоже было, что мы договаривались с сотрудничеством, ну, благо, как бы, ну, все люди адекватные, мы договорились. Просто изначально такой, знаете, райдер из разряда должно быть все беленькое, светленькое, под специальным углом. Я говорю, ну, ребят, беленькое, светленькое, это вообще не про мой профиль. У меня принципиально все не беленькое и не светленькое, но как бы сошлись на том, что я могу все делать мрачненькое и черненькое. Я говорю, тогда без проблем. Можно ли кушоном заменить эспект на пляже? Нет, никогда, нет. Кушон это вообще не, это просто такое баловство. Я даже не знаю, сколько вы должны себя шлепать, чтобы нанести достаточный слой. При учете, что в кушоне пропитки обычно, там, я не знаю, 15-20 грамм миллилитров, да, ну, посчитайте, это вам на раз 10, да, если вы правильно нанесете. Некоторые умудряются все лето с ним проходить. Это не защита абсолютно. Мне кажется, видно, когда делают обзоры правдивые, когда нет. Ну, нет, я согласна, что я, например, уже спустя там какой-то промежуток времени, я прям могу отследить, грубо говоря. Иногда, иногда блогер, мне кажется, делает это неосознанно, не специально из-за разряда, что ему написали, напишите, что, ну, продукт крутой, да. Я думаю, что просто срабатывает вот этот внутренний механизм, что если ты сказал плохо, то тебе больше не пришлют на обзор, да. Хотя мне кажется, что у меня была такая история с брендами, я, например, писала один хороший пост и один плохой. Ну, то есть, что мне не понравилось в продукте, я открыто это написала, и бренд наоборот сказал, спасибо, давайте посотрудничаем еще. То есть, для них была важна именно, ну, реальная, да, отдача. А когда блогер, например, у него там кожа проблемная, он хвалит то, что никогда проблемной коже не подойдет. Даже если это будет единственный продукт на всей планете, его нельзя мазать, тут, конечно, уже под вопросом. Просто ты обманываешь и себя, и тех людей, которые поведутся на этот отзыв и потом придут прощеречить. С Пачинго? Да, раньше у нас было несколько сотрудничеств. Было, да. Вместо гидрофильного масла манью зеленого, какое еще можно для комби-кожи? Ну, вот все, что я в блоге там пишу, это все можно для комби-кожи, потому что у меня комби-кожа. Просто это там слишком много называть. Почему не использую в своем уходе косметику Зообаджи? Не вижу смысла, а зачем мне она нужна? У меня столько косметоза, я тут собрала коробочку типа боксика, там продукты, тонер, две сыворотки, что-то я еще положила, ночную маску, санскрин и две миниатюрки. Думаю разыграть, если есть у вас желание. Они там 80-90-100% целые, да, то есть я туда пальцами не лазила, потому что там все упаковки закрыты, с дозаторами. То есть если у вас будет желание, я, конечно, с удовольствием разыграю, потому что я их вот-вот недавно, ну как бы, открыла, я поняла, что, ну, как бы, средства хорошие, но мы с ними не подружимся, потому что есть пять аналогов, которые я люблю больше, чтобы они не собирали пыль, а работали, да. Думаю, что нужно просто разыграть. Спасибо большое. Спасибо. Пудра с SPF вообще не работает? Нет, ну почему работает, если вы наносите достаточное количество? Вот в вебинаре, в последнем, да, который на YouTube лежит, защита от ультрафиолета, там вот, он как раз был последним заключающим, я там прям прикладывала картинку, сколько пудры нужно нанести. Посмотрите, как бы она защищает, но я не уверена, что вы столько нанесете. Есть средства, которые кардинально поменялись? Кардинально нет? Нет. Я не могу сказать, что мне какое-то супер нравилось, и оно потом стало, нет, фу, говно. Могло очень нравиться, но сейчас я, скажем так, приостыла, потому что, когда ты пробовал один продукт, а потом попробовал второй, который был лучше, это вот, знаете, можно привести аналогию с неоцинамидом, да. Первый мой неоцинамид был от The Ordinary. Все мы знаем, что это мракобесие очень липкое, неприятное, мыльное, то есть, ну вот, все плюшки в одном составе, как говорится. И потом у меня появился манью. Ну, как бы это просто небо и земля, да, это совершенно два разных продукта. И тогда мне манью казался просто мана небесной, что лучше в моей жизни никогда уже не будет, то есть, я буду умирать в обнимку с манью. Сейчас, как бы, я считаю, что манья хорошая, манья хорошая, да, манью хорошая, но есть у меня в косметичке намного лучше. Тот же самый Акнетрикс, тот же самый Пьюрита, да, то есть, это не значит, что манью стал плохим. Просто сейчас, например, там, из пяти звезд я бы ему дала четыре звезды, скажем так. Судя по ответу, значит, с Patch and Go разошлись пути. Ну, да, разошлись пути. У нас они разошлись, ну, разошлись. Да, эфир, конечно же, я сохраню, залью на YouTube. У меня, вы знаете, за эти годы со многими разошлись пути, и я думаю, что слава богу, что они разошлись, потому что, ну, кто-то, от кого-то было больно, да, там, когда ты, грубо говоря, там, от всей души помогаешь человеку прям с самого начала его блога, никогда не отказываешь, там, из серии, как продвигаться, как сделать макет, как то, как сё, как пятое, десятое, слушаешь, там, всё, всё, что у человека, там, он хочет себе сказать, да, он вместе с тобой говорит, ах, эта сучка вообще, как она могла тебя так палить, а потом, там, через пару месяцев, вау, сучечка, ты мне очень сильно нравишься, ну, так, знаете, думаю, слава богу, слава богу, что это всё просто интернет, это всё просто с теми людьми, с которыми, грубо говоря, у меня наладилась связь через интернет, и с кем мы потом встретились в реальной жизни, они остались в реале, и мы с удовольствием с ними общаемся, да, Диана, Катя, Чирикова, Оля, Якимук, да, то есть мы встречаемся, мы общаемся, и эти люди мне близки, действительно, по духу, мне приятно с ними общаться, и, как бы, я благодарна блогу, что он свёл меня с ними, да, с кем развёл, и слава тебе богу, что развёл, и слава богу. Эфир, да, сохранишь ещё раз. Люблю много плавать летом, какой СПФ выбрать? Ну, надо брать, которые water resistant, там написано, да, но они достаточно некомфортные, которые водостойкие, они не очень комфортные. Ну, тот же самый Think Baby, он обычно самый комфортный, вот, из всех, что я пробовала, которые водостойкие, он самый комфортный. Спасибо, я сегодня просто необычно накрашенная. Любимый тоник? Ну, тонер, мне как-то тонер нравится больше, слово, чем тоник, потому что, я даже, звучит как-то тонер, это, мне кажется, так, ммм, и тоник. Ну, вот, любимый тонер, это C.U. Skin Moisture Balancing, нет, господи, это про крем, C.U. Skin Hydra Essence Toner, вот он самый любимый. На втором месте подкрался доктор Сюрикл, 5 альфа. Он как бы подпирает, но периодически у меня там есть на донышке C.U. Skin, я так помажусь, все равно нет, все равно душечку греет, все равно он так вот как-то понежнее, у меня к нему чувство породнее, полюбименький он мне как-то вот. Так, был там еще какой-то вопрос про, вот, да, тоже часто мне спрашивают. Конъекция, косметология, уколы, красоты? Уколы я не пробовала. Я, в принципе, когда мне на работе ставят прививку от гриппа, мы обязаны ставить прививки от гриппа, как работники образовательной сферы, и для меня это просто всегда пытка, мне так больно, мне так страшно. Это вообще просто ужас какой-то неимоверный, то есть для меня вот беременность, вот эта постоянная сдача крови, это прям просто был страх страшный, потому что, ну, просто анище, честно. Мне казалось, что я каждый раз, мне все время предлагали полежать. То есть уколы, это вообще не моя тема, все, что, знаете, уколы, нити, вот это тянут, у меня прям плохо становится, мне кажется, что я просто быстрее откинусь, чем стану молодой и красивой. У косметолога я пока что к 30-очке ни разу не была. Ну, как-то вот, ну, не случилось мне туда пойти, и пока как-то особо и не особо хочется, да, пока не вижу в этом необходимости. Может быть, когда-нибудь пойду схожу, но пока я не вижу для себя, да, какой-то... Мне кажется, аппаратная медицина, массажи, что-то вот такое, это вот моя тема, потому что все, что с уколами, с нитями, с кровью, подтяжки, это прям... Ну, я понимаю, что я лучше буду ходить старая страшная, но мне кажется, я просто чисто физически это не вывезу. Плюс у меня есть опыт общения с дамами, которые ходили к шикарным косметологам, им делали шикарные подтяжки, и все равно я смотрю на нее и думаю, ну, вот ты вроде вот без морщин, но ты выглядишь на свой возраст, да, ну, просто без морщин, просто с неестественно натянутым овалом, и, ну, вот все равно вот эта неестественность, она в какой-то мере отталкивает. Вроде как бы все гладко, все натянуто, но это все неестественно. Я как-то... Я макияж тяжело переношу, о чем вы говорите? Какие уколы? Уколы меня просто вгонят. Косарекс, ликвид, с бичи, или там можно, можно, можно даже каждый день. Там бетаинсалицилат. Я была у косметолога, она меня спрашивает, что бы вы хотели. Я ей говорю, убрать морщины, и она говорит, у вас их нет. Вот, разошлись. Ну и слава богу. Потому что бывают такие косметологи, к которым ты придешь и говоришь, хочу убрать морщины. Она посмотрит и скажет, ой, сколько морщин, сколько морщин. Убирать и убирать, да? А там убирать нечего. Поэтому лучше, хорошо, когда попадаешь на честного косметолога, который, грубо говоря, тебе говорит, что я искренне восхищаюсь косметологами, пластическими хирургами, которые могут здраво притормозить человека, то есть сказать нет, да, тебе это не надо. Сейчас тебе это не надо, либо вот так тебе это не надо, потому что некоторые готовы из разряда. Хочешь вот такой вот узкий нос, пожалуйста, и пофиг, что ты дышать не сможешь, да? Хочешь там, я не знаю, себе квадратные скулы, пожалуйста, пофиг, что это не физиологично, и слетит вся симметрия. Поэтому такими специалистами я искренне восхищаюсь, потому что мне кажется, что это, ну, реально. Вот, еще тоже был интересный вопрос, хотела ответить. Может ли бюджетная умывалка быть хорошей? Да, на кокомида, пропил, бетаини, спа-ш-4-5. Может, может хорошее очищение быть бюджетным. Я вообще считаю, что, в принципе, сейчас огромное количество хорошего бюджетного очищения. Если мы ловим по акциям, да, как бы, ну, то есть мы знаем, где это все купить, да, я, ну, например, тоже ставил Корея, да. Вот сегодня, например, жаль, нету моей вот этой пенки новой от Лагом. Вот она реально очень крутая, ну, просто крутейшая. То есть я прям прониклась. Но там есть Атапалм, вот эта вот мусс, тоже очень крутая, и она действительно стоит очень бюджетно для своего вот этого функционала. Поэтому я считаю, что сейчас огромное количество классных бюджетных пенок на бетаинах, глюкозидах и так далее. То есть без проблем. А знаете, дорогое очищение, у меня есть, да, очищалки и за 3,5 тысячи. Дорогое очищение, это уже, знаете, больше такая история, когда хочется чего-то интересненького. Там, например, какие-то травки, муравки, пробиотики, там, я не знаю, какие-то гелевые текстуры. Ну, то есть охлаждение. Ну, то есть это такой, знаете, уже тюнинг, который не обязательно абсолютно. То есть он не несет никакой смысловой нагрузки. Полные губы от природы. Я пришла на массаж лица, а она мне говорит, давайте губы сделаем побольше. Давайте. Что-то мне не видно, да. На самом деле, я очень редко встречала людей, которым шли губы сделанные, да. То есть либо люди не умели остановиться вовремя, да, либо что. Ну, не знаю, честно. Мне кажется, что это все очень такая утиная история. Как бы все это аккуратно не было наколото, ну, не знаю. Я не знаю, честно. Не знаю. Это утюжок творит чудеса с волосами или несмывашки? Это утюжок, я просто сегодня выпрямила на утюжок, а так у меня нету никаких несмывашек, потому что они меня напрягают тем, что я их ощущаю. Вроде они несмывашки, но реально я прям их чувствую, я не люблю эту тему. То есть у меня сейчас, пока у меня нет горячей воды и двух кастрюль мне хватает только на то, чтобы помыть голову шампунем и нанести оттеночную маску, то как бы оттеночная маска мне заменяет и уход. Но надо отдать должное, волосы реально очень-очень мягкие, прям такие послушные, то есть они действительно выполняют свою функцию, да, вот этих вот масок, кондиционеров и так далее. Когда будет горячая вода, добавлю еще кондиционер, будет три этапа. А так, несмывашки прям вообще не моя тема, честно, я прям не люблю, мне как-то вот склизко, некомфортно, ну в общем не знаю. Можно ли совместить сыворотки Клэр с голубые капли витамин С от Клэр? Не стоит, потому что в одном пептид меди, в другом кислая форма витамина С, они не сочетаются. Топ-3 продукта для ухода? Фу, нет, такого не может быть. Гидрофильное масло, пенка, крем. Это вот если, знаете, меня запрут в подвале и скажут, у тебя есть три желания. Я скажу гидрофильное масло, пенка и крем. Вот так, а так прям вот топ-3 из всего нет. К сухому шампуню. Есть у меня сухой шампунь, присылала мне Оля. И тут как-то, короче, я решила провести прямой эфир. Он, кстати, не состоялся, но сразу вам скажу. И такая, у меня, знаете, такая была легкая уже, ну, вечером надо было мыть голову. Так, я думаю, попробуй сухой шампунь. Вот, у меня изнатерилась вся. Честно, я не поняла. То ли я, короче, дурак, то ли лыжи не едут, но вообще не пошло. Никак не зашло. Прям вообще не понравилось. Это все было некомфортно, неудобно. Я, в итоге, пошла, помыла голову. Думаю, нет, сухие шампуни – это не моя тема, видимо. Насколько вам хватает гидрофилки? Что-то у меня маня зеленая так улетает быстро на замену едет Хаксли. Ну, смотрите, у меня же все равно несколько их. Я не могу точно вам сказать, да, насколько хватает. Но я помню, что моя первая гидрофилка, она была первая и единственная на тот момент. То есть у меня не было такого большого количества. Три месяца. Оптимально у меня обычно три-четыре месяца. Гидрофилка улетает. Для сухой кожи подойдет санскрин Трил Берер или зеленый Эрвиктин лучше взять. А Трил Берер я не пробовала, не могу ничего сказать. А вот зеленый Эрвиктин должен подойти. Что обязательно должно быть в уходе? Гель для умывания, гидрофильное, что еще? Про это у меня есть целый вебинар. Я думаю, что если вы не поленитесь, вам действительно интересен этот вопрос, зайдите, пожалуйста, в шапку профиля. Там будет ссылка на YouTube. Там есть плейлист вебинары. И вот самый первый, который называется «Основы домашнего ухода». Вот там я рассказала, что должно быть обязательно. Вот слушайте, камера, когда ты сидишь вот так вот, она тебя снимает сверху. Кажется, что у тебя просто талия примерно как, я не знаю, экватор. Мне не нравится. Может, конечно, и я толстая. Но как вариант. Давайте все собрем на камеру. И там про основы домашнего ухода. Возвращаемся от моей бегемотской талии к основам домашнего ухода. Очищение, увлажнение, эксфолиация, защита от солнца. Вот это то, что должно быть обязательно. Какую сыворотку посоветуете для сухой возрастной кожи? Не посоветую. Не знаю. Сухая возрастная бывает абсолютно разная. И сыворотку... Я не могу посоветовать какой-то продукт, не зная ухода до и после. Может, я вам назову прекрасный вариант, но он вам просто не впишется. Поэтому нужно всегда это все разбирать. Летом кожу нужно немного подкислить. Что лучше взять? Пенку с кислотой, а крем? А почему только летом кожу мы подкисляем? А зимой не надо подкислять? Вы можете взять, я не знаю, пенку с кислотой. Можете взять... Смотрите. Нужно понимать, мы подкисляем кислым PH. У манию салицилового крема PH не кислый. Кислота не равно кислый PH у средства. Это нужно понимать. Очень часто у средств салициловой кислоты вообще нет PH. Если они, например, на масляной основе, у масляных продуктов нет PH. PH это водный показатель. Поэтому вы либо выбираете пенки с кислым PH, либо вы выбираете какие-то тоники, например, ликвиды, тоже с каким-то легким кислым PH. А, любимый герой... Скажите, пожалуйста, я вернулась. У меня почему-то он мне сказал, что у меня слабый сигнал. Поставьте, пожалуйста, сердечко, если я все еще в эфире. Если я все еще в космосе. Ура! Я на орбите. Любимый герой из сериала, друзья. Слушайте. Ну, мне нравилась героиня Дженнифер Энистон. Я не помню, как ее звали, но... Периодически мне кажется, что я очень похожа на Фиби. Вот она как-то мне ближе. Но я, если честно, никогда особо не фанатела по сериалу Друзья. Как-то я так... Больше по зачарованным. Знаете, зачарованные Алиса Милана. Это вот эта вот тема, сила трех, дай мне силу. В общем, это вот моя тема была. Пробовали что-нибудь из Biologic Reche? Нет, не пробовала. Слушайте, после того, как я пропала, мне кажется, изображение увеличилось. Что скажете про гидрофильное масло от Оливара? Честно, я его заказала, оно мне пришло, и я его положила в ГИФ в свое время. Я его так и не попробовала, поэтому ничего не могу сказать. Не знаю. Я не так и не так, я и не попробовала, в общем, это масло. К сожалению. Ну, кстати, изображение увеличилось, я уже не такая толстенькая, все хорошо. У нас с вами еще есть 13 минут, я надеюсь, что связь не подведет. То ли Wi-Fi пропал. У меня что-то с Wi-Fi какая-то лабуда. То ли что. Так, были еще какие-то вопросики у меня. Так, смотрите. Через 2 недели использования гидрофильного масла прошли комедоны. Сейчас страх, что вернется, что сначала вау-эффект, а потом кожа начнет сильнее продуцировать. Так, что вы, что я поняла. Вопрос. Что сначала вау-эффект, а потом кожа начнет сильнее сибопродукцию. Смотрите. Гидрофильное масло не делает жирную кожу жирнее. Да, или сухую кожу сушь и так далее. Не нужно воспринимать гидрофильное масло, как, я не знаю, бутылку подсолнечного масла. Гидрофильное масло при очищении удаляет излишки кожного сала. То есть оно наоборот улучшает сибопродукцию, налаживает сибопродукцию. Я, когда ввела в свой ход гидрофильное масло, я прям, знаете, и плакала, и смеялась, и скакала, как больная вокруг зеркала. Ну, потому что реально поры чище, подкожников практически нет. То есть я сейчас вообще не представляю свой день без гидрофильного масла. То есть оно у меня каждый день, даже если я просто сидела дома в пижаме, не переодеваясь. Нужно понимать, что гидрофильное масло никаким образом не... Я смотрю периодически, когда мне нечего делать, на ютюбе пытаюсь смотреть битеблогеров, но у меня не получается. То есть кто-то для меня слишком нудный, кто-то для меня слишком непонятный для меня. То есть я не могу воспринимать даже на слух эту информацию. Кто-то вроде несет интересную информацию, но когда доходит дело до почему-то корейского ухода, там все слетает в трубу. Да, было такое... Я смотрела вебинар про розакцию Амины Пермановой. Она достаточно... Я на самом деле нашла его нечаянно, а потом оказалось, что это какой-то очень популярный ютюб-блогер. И реально, там очень крутая, очень сложная информация про розацию, про причины, там про все анализы, про лечение, короче. Но как только дело дошло до ухода, и там, знаете, из серии крем с центеллой от COSRX, от которого у 90% людей появляются подкожники, и ты такой думаешь... А она говорит, какой классный крем, посмотрите, там есть центелла. И то есть как бы... И тут ты такой думаешь, фак, все испортило, все впечатление испортило. То есть как бы ты не сомневаешься в ее профессионализме, да. То есть этот человек действительно очень достаточно умный, очень интересно все рассказывает. Но я считаю, что какие-то вот... Я, например, не лезу в тему анализов, в тему кишечника, потому что я там полный лох, да. И когда говорят, что гидрофильное масло – это только средство для демакияжа. Нет, ребята, гидрофильное масло – это не только средство для демакияжа. То есть я человек, который не носит макияж примерно 340 дней в году, да, вообще никакой макияж. И, например, часть этих дней, когда я сижу дома, я не использую санскрин. Но если я исключу из своего ухода гидрофильное масло, при счете, что у меня кожа склонна к жирности и забиванию пор, то наступит триндец. И гидрофильное масло для комбинированной, там, жирной, да, проблемной кожи – это действительно выход. Потому что вы удаляете жирорастворимые загрязнения, вы подчищаете поры, вы удаляете излишки себума. Но здесь нужно понимать, что если у вас, например, грибковое акне – это достаточно редкое, но меткое, как говорится, то там совершенно другие правила. Вот у Кати Черекова у нее есть отличный пост про грибковое акне, я советую почитать, да. Ну, то есть в большинстве случаев гидрофильное масло – это реально очень круто. И поверьте мне, ну, естественно, когда ты начинаешь вводить что-то новое, это всегда вау. Когда я, значит, первый раз ввела кислоты, для меня это просто был отвал башки. Сейчас я спокойно, абсолютно адекватно на них реагирую, и я понимаю, что сделать меня краше, чем я есть, они выше головы не прыгнут. Всегда есть какое-то, да, вот максимальное накопительное действие. То есть когда вы начинаете использовать ретиноиды в начале курса, естественно, вы видите прогрессирующий результат. Но он же не может прогрессировать все время, да, он доходит до какой-то кумулятивной точки и как бы останавливается. Но это не значит, что когда вы через год попробуете еще курс, то на вас он больше не подействует, да. Поэтому, ну, как всегда у меня что-то я начинаю за одно, заканчиваю за другое. Ой, ой, чего у меня? Так, как муж относится к блогу? Мой смеется, постоянно говорит, Алису Фурму смотришь опять, чтобы я не смотрела. Ну, спокойно относится, сначала не очень хорошо, вернее, не был негативный настроен, он просто относился к этому скептически, как к чему-то, как он называл это, блажь, да. То есть сейчас он абсолютно серьезно относится к этому, мне кажется, он относится к этому даже серьезнее, чем я. То есть я воспринимаю это как... Я не воспринимаю это как работу. Он воспринимает это как мою работу и очень уважительно и ответственно к этому относится именно как к моей работе. Хотя это не моя работа. Этюд Хаус, Эспект, на физфильтрах зеленые не пробовала. Если можно, что взять пенку с кислотой или крем с салицилкой? Пенку с кислотой. Как-то очень хотела кушон, но потом поняла, что хочу кожу, которой не нужен кушон. Благодаря тебе этого добилась. Спасибо, я очень рада. Лучший тон или пудра? Не знаю, честно. Я... Блин, я тот человек, который не... Я не против декоративной косметики. Просто я не прониклась ей. Я не поняла, да. И что лучше, я не знаю. Кому-то лучше заходит пудра, кому-то лучше заходит тон. Что лучше в плане здоровья кожи. Но смотрите, я не говорю о том, что косметика вызывает акне. Нет, это абсолютно не так. Я просто говорю о том, что в декоративной косметике тональные биби, пудры и так далее, мы же понимаем, что там есть оранжевые и красные пигменты, да, для того, чтобы получать тот или иной оттенок. То есть там различные сочетания. Но эти пигменты там есть. И есть исследования, которые говорят о том, что красные и оранжевые пигменты, они могут кожи проблемной создавать еще большие проблемы. Именно вот эти пигменты. Да, и поэтому, когда девочки с тяжелой формы акне или с проблемной кожей и так далее. Вот я, например, смою сейчас макияж и, поверьте мне, я найду там новый прыщ. То есть я четко знаю, что мне макияж, как бы я хорошо не очищала кожу, какой бы качественный не был декоративный продукт, вот моя кожа не любит его, ну просто не любит. То есть у меня вот я сейчас смою, будет какое-нибудь высыпание, а вот новое, это прямо вот к бабке не ходи, да. И я всегда, когда мне говорят, какой мне крем выбрать, чтобы замазать прыщи? Честно, никакой. Ну правда, я не могу вам советовать крем замазать прыщи, зная, что этот крем сделает хуже вашим прыщам. Если у вас классная, здоровая кожа, у вас нету никаких проблем, у вас есть любимый тональник, который на вас лежит божественно, вы богиня, у вас нет никаких высыпаний, пожалуйста, используйте, радуйтесь, радуйте нас своей прекрасной красотой, да. Но если ваша кожа проблемная, то лучше потратить деньги на уход, чтобы решить эту проблему, чем на прыщи, поверьте мне. Я знаю случаи, когда девочки не могут выйти на улицу без макияжа, когда они не могут выйти на улицу без биби, когда они не могут проснуться позже своего мужа, потому что они должны проснуться раньше, чтобы намазать рожу тональник, кому же просите, да, но мне кажется, что здесь нужно работать уже там где-то глубже, потому что, ну, это уже не норма. Так, какую пенку с алисиловой кислотой можете посоветовать? А вот я недавно писала пост, он самый последний, вот, кстати, он самый последний, там есть Дермалоджика, два варианта, там есть Медикейт, еще что-то было. Просто муж ненавидит пеп-блогеров, я говорю, Алиса любит винишко, он говорит, моя девочка, да, я люблю винишко. Я пищевая блудница в этом плане, абсолютно, что винишко, сырочек, бекончик, салями, ну что вы, там сухарики, это же все такая прям вообще, ну, как без этого жить, объясните мне. Я лучше умру с прыщом, но с бокалом вина в руке, честно. Мой глупый вопрос, но не дает покоя. Если наносить SPF по всем правилам, не забывая обновлять, то кожа не загорит от солнца вообще. Ну, смотрите, нужно понимать, что за загар отвечает, за загар отвечают UVB лучи, да, а санскрин, даже если у него SPF 50+, не блокирует 100% лучей. Ни один солнцезащитный крем не блокирует 100% лучей. Следовательно, немного вы загорите. Ну, даже я со своим вот этим вот несчастным полторашным типом кожи, я его теперь называю полторашечка, знаете, мне так нравится. Не первый, не второй, полторашечка. И даже я загораю с ним, хотя у меня там, знаете, тонна просто санскрина, потому что ни один санскрин вам не защитит на 100%, поэтому загорать будете. Но, естественно, когда у вас регулярный SPF хорошим слоем, загорите вы меньше, чем без SPF. Какое спот-средство лучше всего вытягивает бяки из кожи? Медикейт, медикейт соцгель. Лучше тонна или пудра? Я надеюсь, что запись сохранится, да, но еще раз повторюсь, вот что вам лучше, что вам комфортнее, то и используйте. Для кожи это плюс-минус одинаково. Посоветуйте, пожалуйста, гликолевый пилинг Корея. В Корее нет кислотных пилингов, они не любят это дело. У них, если есть пилинги, то они все на молочной кислоте. Тот же самый пилинг от Митипил, та же самая сплэшка от Блайт, это все молочная кислота. Кост-де-Баха я пробовала, и Кост-де-Баха от Деодинри, это то, что я никогда не куплю больше, никому не посоветую. Дешево, некомфортно, мало работает. Что в вашем виш-листе? В моей виш-листе тонер от Пьюрита без запаха, без масел. Их обновленный Би-Чей гель с двумя процентами бета-инсалицилата. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Большие тонеры от Клеерс, такой, знаете, пол-литровый тубе, просто интересно попробовать. От Медикейт, мне очень визуально нравится сыворотка с пептидами меди, она такая красивая, двухфазная, вот ее тоже хочу, но просто чисто визуально мне нравится. И что-то я хотела у Элайзов скин, но уже забыла, по-моему медальный пилинг. Какой понравился тоник с пребиотиками? Ниажен эссенция. Ниажен эссенция. Ферментированная, микро. Все. Ферментированная, микро. Продолжение следует...